Знаете, ребята, вот я только что приехала из Египта, там выступал совершенно замечательный человек. Когда-то с Академиком Казначеевым в Новосибирске они организовали Институт здоровья человека. Клинику для здоровых людей, что звучит само по себе парадоксально. Смысл научить людей правильное место. Они занимались этим задолго до королева. Он говорит, я потом начал сотрудничать с разными компаниями, которые поставляют БАДы. И когда встретился с караунг-клубом, отказался от услуг всех. Здесь все есть. Но вот он говорит, ребята, лечить замусоренного больного, это только усугублять его отравление. Вот вам мнение человека, который занимается этим 30 лет. Лечить замусоренного человека, это усугублять его отравление. У нас с вами есть несколько систем очистки. Большая и малая очистка. Мини для детей. Что туда входит? Лис черного ореха. А кто из вас знает, что сегодня лист черного ореха идет по программе? 5 плюс 1. Вот это. А зачем вот его вам так много, казалось бы, да? Ну это так, чтобы накормить себя, маму, папу, ребенка, мужа, кошку, собаку, как и положено, если занимаемся противопоразитарной профилактикой. Но сейчас идет самое сложное время. Обычно апрель, начало мая это время простуд. Потому что температура, оделся как для тепла, вспотел, потом стало холодно, правда? Вот это витамин С в чистом виде. Это колоссальное количество витамина С. Кроме того, что это противопоразитарная трава, это колоссальное количество витамина С. И если у вас в семье есть несколько человек, а также живущие отдельно родственники, покупайте смело 4, 5, да, 5, получите еще один, и это у вас запас противопоразитарных средств. Просто сегодня это выгоднее и дешевле. И это витамин С. Разобрались? Но это еще и малая противопоразитарная программа. У меня была чудная встреча в Самаре, когда женщина сказала, пусть муж пропьет, я потом. Я говорю, хорошо, я говорю мужу, вы пропьете и в кровати ее не пускать. Ровно две недели, пока не закончат коловаду. Она на меня смотрит, говорю, а смысл? Он потратил деньги, почистил, а вы со своими паразитами. Три раза поцеловали, по-новой заразили. Ребят, вас не надо убеждать, что мир не стерилен, не надо? Кто держал деньги сегодня в руках? Поздравляю, контакт был. Вот мы врачи профессиональные, мы отлично знаем, когда начинается эпидемия. Как только у нас указ об амнистии, начинается эпидемия туберкулеза и гепатита. А? Она была недавно. Это значит, выпустили людей, которых, а, не социально, не по здоровью, не реабилитировали. А им как-то, они тоже живые люди, им надо как-то жить на что-то. У нас в Одессе один товарищ вышел из мест заключения. Мама готовила пирожки, он продавал на привозе. Вспышка туберкулеза просто первое число. Я уже не говорю о том. Знаете, вот если бы вы были в Америке, меня потрясло. В Америке заходишь в общественный туалет, там, в аэропорту или в каких-то супермаркетах, и на обратной, с той стороны двери написано, «Помой руки!» Я думаю, вы что, все неграмотные, вам пока не напомню. Не мою. Я была в Италии. Значит, у меня гид-экскурсовод, извиняется, она немножко опоздала. Она говорит, ой, у меня такая проблема, у меня вот тут вот лимфоузел, у меня высокое давление. Я говорю, да вам нужно пить воду и почиститься. Она говорит, ой, нет, зачем мне чиститься? А она забрала меня из района, где живут пакистанцы. Когда-то это была вилла мецената, знаменитого человека, именем которого теперь названо вот это пожертвование в области искусства. А теперь в этом районе живут вьетнамцы и пакистанцы. Поскольку они используют совершенно определенные там ароматические вещи, запах довольно специфический. Она так сморщилась, все говорит, мне чиститься не надо. Вот вы в таком районе. Я говорю, деньги в руках держали? Она говорит, да. Я говорю, где у вас гарантия, что две пары руками, рук назад, их в руках не держали пакистанцы. А вынули они их, неизвестно откуда. Вот здесь случился припадок. Нас хватило из-за салфетки, начало вытирать бурь на руки. Ребят, мы просто не думаем о том, что мир не стерилен. Не надо от этого умирать. Надо просто грамотно заниматься профилактикой. И я считаю, что каждая мама должна научить своего ребенка. Раз в три месяца у кого кошки и собаки есть. Противопаразитарную профилактику проводим, да или нет? Да. Как часто? Раз в три месяца. Раз в три месяца. У тебя вообще все хорошо. Витаминов много у твоей собаки. Раз в три месяца, да? Да. Это у меня дистрибьютор приехал в Москву к своим знакомым. А у них такая, ну, мультимиллионер, у них огромный дом, огромная дача. И собака такая, мастина, неаполитана. Здоровая. И она говорит, вот вы собаки проводите профилактику? Она говорит, конечно, так с уважением к себе. Четыре раза в год о себе. Она говорит, а мне зачем? Она говорит, вот вы свою собаку заражаете. Ребята, я к чему все это говорю? Мы живем в нестерильном мире. Нам нужна противопаразитарная профилактика. Это никакого отношения к медицине не имеет. Это имеет очистка. Это имеет отношение к двум вещам. К элементарной культуре. Знаете, не чиститься изнутри, это все равно, что вы приходите из туалета, не моете руки. Приличное общество не пустят. Один раз заметят, и потом не-не-не. Посмотрите фильм «Всалги и мне», и вы увидите, как на это реагируют нормальные люди. Там человек, который умеет распознавать ложь, подходит к человеку, который готовит гамбургеры. А он такой путный, не очень чистый. Он говорит, вы вообще руки после туалета моете? А это жест, когда человек говорит неправду, хочет скрыть правду. Там он говорит «Да». Говорит, вы лжете? А сегодня в туалете были? Он так, типа «Нет». Он говорит, вы лжете, поворачивается на площадь. Кому гамбургеры с дерьмом? Ладно, кончаем веселиться. Ребята, система очищения – это ваша личная, персональная гигиена. И этому надо научить. Почему это очень важно? Потому что, когда ко мне приходят и говорят, а мне на диагностику. Я говорю, хотите потратить деньги – не вопрос. Можете до коловады и после коловады. После коловады у вас 70%, если не 80%, ваших диагнозов исчезнут. Почему? Потому что мы убираем первопричину. Я вам скажу, ребята, я была очень сильно потрясена. В Италии, в любой ветеринарной аптеке для кошек и собак, противопаразитарные, какие хотите. Можно травные, можно химические, все что угодно. А мы не можем засертифицировать коловаду, и не только в Италии. В Европе. Уберите противопаразитарные средства. Я думаю, я не понимаю, ребята, что вы делаете? Зачем? Ни в одной аптеке нет ни одного противопаразитарного средства. Ни в одной. Я объездила десятки городов Италии. Я сначала, знаете, у меня был такой культурный шок, я не понимала, как это. А потом. Девочка с экземплей. Гормоны. Бронхиальная астма. Гормоны. Хронический бронхит с астматическим компонентом. Гормоны. Заболевания суставов. Гормоны. Нарушение кожи и кишечника. Гормоны. Ребята, вы понимаете, что вас продали уже 10 раз. И в нашей стране мы только подходим к этой радостной черте. Не научитесь защищаться сами. Будут сажать на гормоны. Потому что если вы сели на гормоны, доктор может, доктор покупает вилу и открывает счет. А вы пожизненно будете теперь. С гормонов так просто не соскочишь. Начал гормоны принимать, резко отменил. Генерализация процесса. Дозу надо повышать в 2 раза. А потом медленно сползать. Ну, опытные люди знают, что я говорю правду. Вывод. Это вопрос вашей безопасности. Противопаразитарная профилактика. Это вопрос вашей безопасности. Но коловада это больше, чем противопаразитарная профилактика. Это глубокое очищение. Всего того, что приварилось и где-то застрялось там у нас в кишечнике. Это яды, собранные со всего организма, выведены в кишечник. Это разгрузить почки. Это разгрузить кожу. И мне очень часто говорят, а вот Марина Яковлевна, правда, говорят, надо убывающую луну. Я говорю, правда. А вы когда будете ждать убывающей луны? На эту убывающую луну у нас там разгавление, да? А тут у нас один праздник, а тут другой. И пока вы ждете, чтобы совпала убывающая луна с вашим настроением, в это время паразиты жуют, грызут ваши внутренности изнутри. При этом, питаясь ими, они все свои яды выбрасывают вам кровь и прямиком мозг. Так когда надо пить головаду? Как только, вот как только об этом узнали, все, сегодня. Планировайте головаду пить обязательно. Я пью 4 раза в год, некоторым это много, но есть малая головада, называется лакс-макс. Она не чистит весь кишечник, но тоже работает как противопаразитарная и помогает справиться с начальными действиями по борьбе с дисбактериозами. Последнее, что хочу сказать. Сегодня, в этом месяце, по программе 4 плюс 1 идет фамбитокс. Хотите, так, кто хочет иметь фантастическую кожу, молодую и нежную. Вы знаете, что кожа красивая, нежная, без пятен, потертостей, без зеленого, синего и прочих серых оттенков. Это ваша чистая печень. Вместе с головадой. Вот прямо сейчас, все, кто будут пить головаду, 4 пакетика фамбитокса. По одному пакетику 3 раза в день. Глубочайшая очистка печени из вас выходят какие-то черные камни. Это не просто желчный пузырь почистили, а печень прямо печеночный ходит. Фантастика. Мне когда это первый раз сказали, ко мне приехала Ольга Лебедева. Она профессиональный врач, она занимается этими наблюдениями, исследованиями. У нее огромная группа больных, которых она проводит. И группа здоровых достаточно большая. Ребята, вот это вместе идеальная очистка. Ну естественно, с достаточным количеством воды и соблюдением питания. Сегодня беседула с чудной девушкой. Она говорит, о, да, я пила головаду, я похудела, а потом снова меня расперла. У кого такая проблема есть? Боитесь признаться? Ну не лично. Ну не лично у меня сталкивались. Ребята, знаете, в чем проблема? Я когда говорю, что коровый клуб, если вы сюда пришли, это путь, я же не шучу. А мышь как? Вот это похудели, радостно. И стрелой к холодильнику. Обняли. Что обняли? Выгрызли все же там. Значит, смотрите. И я вам честно скажу, я признаюсь вам, что точно так же, как и вы, беспечная и легкая. Я тоже так подумала, ой, да ладно, чуть-чуть подправилась, еще одну коловоду выпью. А результат-то не получается. Основная наша задача, я хочу, чтобы вы сфокусировались. Основная наша работа начинается после кроваты. Это главное. Это правильное сбалансированное питание. И то, что у нас...